МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии информационной программы «Твои новости» Марина Бартинева. Здравствуйте. По традиции, в начале выпуска коротко о главных его темах. Глава города встретился с кубанскими представителями Союза журналистов России. Подробнее Анна Мельченко. За веру Кубань и Отечество. В Армавире прошел молодежный форум, посвященный 68-й годовщине Победы. С подробностями Марк Бугоец. Очередное соревнование по джиппингу состоялось в Армавире. Юлия Денюшкина на нем побывала и расскажет о нем. Последнее время вопросам СМИ уделяется большое внимание. В нынешнем году по итогам краевого конкурса Армавирская организация Союза журналистов России была признана лучшей. 26 апреля в городе прошла встреча руководства Краснодарского отделения Союза и секретарей первичных журналистских организаций края, после чего состоялось совещание с главой Армавира. Анна Мельченко побывала на мероприятии и вот что она выяснила. Встреча главы с журналистами Кубани состоялась по окончании ряда мероприятий, проходивших в Армавире в этот день. Гости из Краснодара, районных поселений, Новороссийска, Сочи и других муниципалитетов съехались в наш город, чтобы перенять опыт местных СМИ и обсудить многие вопросы. В городе есть свои телеканалы, есть радиоканалы, которые представлены в городе Армавире. Все это нам дает возможность общаться с населением, информировать о населениях о той работе, которую проводят краевые власти. Это работа, которая сегодня в рамках задач краевых, ту работу, которую проводят муниципальные власти. Глава отметил, что различного рода рубрики на телеканалах и в печатных СМИ особенно помогают выявить те отрицательные стороны, над которыми нужно работать властям. Он дал положительную оценку работе местных СМИ. Газетчики и телевизионщики охватывают все стороны деятельности краевой и муниципальной власти, дают возможность армавирцам свободной трибуны высказаться, однако все же, как и везде, существуют и минусы. В беседе глава провел своеобразный экскурс по городу, рассказав обо всем. Восстановление промышленности, преобразование в сфере здравоохранения, образование, охрана правопорядка, благоустройство города, подетально останавливаясь на каждой из сфер. Это дало возможность гостям увидеть полную картину развития муниципалитета как снаружи, так и изнутри. Мониторинг пресс-служб города ведется Андреем Харченко в постоянном режиме. Я думаю следующим образом, что армавирский собеседник читает процентов 20-30, это максимум. Телеканалы смотрят процентов, наверное, 25. Все остальные и вообще население, они информируются друг о друга, или кто-то через интернет. Поэтому все-таки для того, чтобы подписная кампания проходила более живо, наверное, должны быть какие-то у вас новые форматы, ваши новые предложения. Ну, наверное, через интернет, через ваши совместные издания, не знаю как, но надо что-то менять. Разговор главы с руководством Краснодарского отделения Союза журналистов России и секретарями первичных журналистских организаций края, что называется, был на чистоту. Были затронуты и вопросы депутатского корпуса, а также органов ТОС и многое другое. Председатель городской думы Владимир Сосновский указал на то, что сегодня печатается и что сегодня появляется в эфире, многое оставляет желать лучшего. Мы сегодня очень многое надаем печати так называемого позитива. И фактически, так сказать, уходим от негатива, хотя прекрасно понимаем, что в свое время совершенно правильным был дезис, согласно которому, что критика и самокритика являются движущей силой общества. Этого забывать ни в коем случае нельзя. В ходе беседы гостями было задано множество вопросов. Все они носили разноплановый характер и все же в большей степени касались взаимодействия власти со СМИ, а также объективности. Честно говоря, доверие к прессе во многом утрачено. Признаете на съезде Союза журналистов, говорили об этом. Но это не только, наверное, наша вина. Здесь, кстати, и власти тоже очень правильно сказали, что позитив ради позитива, мелкотемия и так далее. Что, по-вашему, все-таки основное надо сделать в прессе для того, чтобы это восстановить доверие, вернуть его и так далее. Если хотите, чтобы было интересно все смотреть и читать, должен быть хороший репортаж. Порой открываешь печатное здание, начинаешь его смотреть, или смотришь какой-то репортаж по телевидению, который был подготовлен, всегда для себя задаешь один вопрос. Какую цель преследовал корреспондент? Или что преследовала та или иная тема, которая была обозначена? И все же указав ряд недостатков, отметили, что у местных органов СМИ есть чему поучиться. Именно Армавирская организация Союза журналистов России была признана лучшей в крае. Всего приехало 20 представителей, 22 первичных организаций. Встреча проходила в картинной галерее дома Дангулова. Проводились мастер-классы. Армавирская организация Союза журналистов России делилась опытом работы, потому что она была признана по итогам краевого конкурса лучшей первичкой. Анна Мельченко, Станиславчинский, служба новостей Армавира. Сотни армавирцев присоединились к Секубанскому субботнику, который прошел в крае 27 апреля. Причем порядок наводили не только коммунальщики, но и жители города. Традиционно уборка прошла в самых проблемных зонах – в парках, скверах, вдоль дорог, на внутридомовых территориях многоэтажек и перед частными домами. Не остались без внимания социально значимые объекты, учреждения здравоохранения, образования, социальной сферы и другие. Таким образом, армавирцы внесли свою лепту в благоустройство города и наведение чистоты и порядка в нем в преддверии майских праздников. 29 апреля в городском дворце культуры прошло мероприятие, посвященное празднованию 364-й годовщины со дня создания пожарной охраны России. Спасатели принимали в этот день не только слова благодарности, что подготовили к торжеству организаторы, расскажет наш корреспондент. Представители особой профессии, героев огненного фронта, честовали в праздничный день в стенах городского дворца культуры 29 апреля. Этот день ознаменован 364-й годовщиной со дня основания в России пожарной охраны, которая имеет богатую историю. Пожарная – это не только востребованная профессия. Этот род деятельности подразумевает ежедневный риск. Зачастую огнеборцы жертвуют своими жизнями ради спасения других. На торжественное мероприятие прибыл городоначальник, и не он один. Наверное, по праву говорят, что в самом мужестве люди служат подразделениям МЧС России. Хотел бы отметить, что 2012 год был сложен для и ваших подразделений, потому что непосредственно вы принимали участие в ликвидации последствий. А вот в чрезвычайной ситуации, которая произошла у нас у соседей в Крымском районе, вы, как всегда, традиционно выполняли качественно на должном уровне те поставленные задачи, которые были поставлены перед вами вашим министром МЧС или нашим министром МЧС России. Среди зрителей – сотрудники пожарных частей города и его районов. В этот день около двух десятков спасателей наградили почетными грамотами за высокий профессионализм. Кому-то довелось получить звание и новые погоны, а некоторым вручили медали за отличие в службе трех степеней. На сегодняшний день Государственная противопожарная служба – это мощное оперативное ведомство в составе МЧС России с квалифицированными сотрудниками и современной техникой. Постоянно обновляется и развивается научная база. В нашем городе пожарных чтут, ведь они приходят на помощь в действительно трудную минуту. Праздничный концерт в честь армавирских огнеборцев был приятным дополнением к торжественной части. Юлия Денишкина, Александр Ширилеев, служба новостей Армавира. Как повяжешь ленточку, убереги ее, ведь она с победой у цвета одного. В поселке Заветном появился памятник, посвященный Великой Отечественной войне. Монумент высотой в несколько метров расположен недалеко от трассы и представляет собой стилизованную георгиевскую ленточку с орденом. По замыслу скульптора – орден и ленточка, как бы приколоты к синему небосводу, который своим цветом напоминает ветеранский парадный китель. Теперь каждый проезжающий может остановить здесь машину и почтить память участников Великой Отечественной войны. За веру Кубани Отечества в одном из вузов города прошел молодежный форум, посвященный 68-ю годовщине Великой Победы. На обсуждение побывал и Марк Бугаяц. Супермен, Бэтмен и Человек-паук. Их считает героями молодое поколение, но могли бы эти трое противостоять фашизму. Организаторы форума уверены голливудским персонажам очень далеко до наших ветеранов. Для меня супергероем являются те люди, которые защищали нашу Родину. Несмотря на то, что они понимали, что превосходящие силы противника, насколько их враг силен и насколько он оснащен технически. У наших советских войск такого оснащения не было. Поэтому те люди, которые гибли, которые сражались, для меня они, например, герои. Только вера и патриотизм, по мнению собравшихся, могут сделать человека настоящим супергероем. А можно ли кого-то назвать так сегодня? Представители духовенства предложили свой вариант. Например, кто начал курить, и оказывается не так просто бросить курить. А где-то кто-то и не может вообще это сделать. Сила воли подавлена. И поэтому, наверное, сегодня герой тот, кто сделал победу над собой, над своими страстями и пороками. В чем моя вера, размышлял Лев Толстой. Этот же вопрос специалисты отдела молодежи решили задать юным армавирцам. И вот, что они услышали в ответ. Вера в победу, да? В поражение, когда вот если стражаешься с кем-нибудь? Все. Очень нечего сказать. Ну, для меня вера, допустим, я могу на определенной цели верить в нее, добиваться. Это я могу верить в это. А есть вера, допустим, духовная. Ну, каждого своя вера. Я согласен с победой. Почему? А да. Чтобы вера без дел не была мертва, надо подкреплять ее патриотизмом. Как вы относитесь к службе в армии? На этот вопрос в основном почему-то отвечали девушки. Все парни должны служить в армии, так как там все какие-то учат мужским. Потому что нам нужны мужчины, а не тряпки. За веру, кубань и отечество, гласит популярный лозунг. Но чтобы начать воплощать его в жизнь, необходимо точно определить значение этих слов. Именно для этого в Армавире и собираются молодежные форумы. Марк Бугаец, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. К другим новостям. Увидеть сосуды сердца и мозга, произвести оперативное вмешательство и сохранить не то, что здоровье, а зачастую жизнь. Такова ежедневная практика специалистов регионального сосудистого центра. Дарья Топчева побывала в его стенах и увидела кое-что из возможностей. То, что скрыто от человеческого глаза, не укроется от мощного и современного оборудования, которым оснащен региональный сосудистый центр. 64-х срезовый компьютерный томограф позволяет, как на ладоню, увидеть головной мозг пациента. За три минуты обследования становится ясно. У женщины – кровоизлияние. Основное направление нашей работы – это как можно более быстрое оказание помощи пациентам с сосудистой патологией головного мозга и сердца. Существует определенное терапевтическое окно, в течение которого по одним заболеваниям полтора часа, по другим заболеваниям три часа, в течение которого можно провести исследование и провести тромболизис, это современный метод лечения, и человек выйдет совершенно без дефекта. Оперативное вмешательство спасло уже немало жизней. Заодно сейчас здесь как раз борются. Из Кропоткина с инфарктом миокарда в Армавир доставили мужчину. Специалистам необходимо восстановить просвет сердечного сосуда, который был нарушен из-за тромба. С помощью специального катетера и проводников через это место поражения проведены проводники. Мы увидим, как будет проведен место поражения стенд. Установлен в этом месте поражение для того, чтобы предотвратить повторное формирование тромба и устранить сужение этого сосуда. Вся эта операция возможна благодаря ангиографу – современному кардиологическому рентген-оборудованию. Вот так еще вчера невероятное становится фактом сегодня. Дарья Топщива, Александр Пензин, служба новостей Армавира. Женщина, ребенок и автомобиль. Очередное ДТП произошло в Армавире 29 апреля утром в 9-м часу в районе Свято-Троицкого собора. А уже в 9 часов на месте были аварийные комиссары, сотрудники ДПС, а также муж автолюбительницы. Владелец частного дома по улице Степана Разина и не предполагал, что его забор станет участником ДТП. Рано утром мужчина в чум был, выскочил из дома на шум и обнаружил на клумбе разбитый автомобиль, как рассказали местные жители, водители иномарки. Женщина везла сына в школу. Далее версии расходятся. Одни утверждают, что она слишком быстро ехала по гравийной дороге и просто не справилась с управлением. По мнению других, она очутилась на клумбе, когда попыталась увернуться от выбежавшей на дорогу собаки. По словам очевидцев, женщину вместе с ребенком увезли в больницу, однако никто из них серьезно не пострадал, так как машина была оборудована подушками безопасности. Вместо автолюбительницы с сотрудниками ДПС и аварийными комиссарами пришлось беседовать ее мужу, а заодно и с владельцем разрушенного забора. Продолжаем выпуск. Всего день остался до окончания акции окна за половину стоимости в компании Капласт. Руководство заявляет, таких скидок в Армавире больше не будет. Уважаемые армивирцы, поторопитесь, таких скидок в компании Капласт больше не будет. Несмотря на то, что федеральная сеть компании Капласт балует своих клиентов акциями круглый год, таких выгодных предложений в Армавире точно не предвидится. Окна за половину стоимости можно будет купить со скидкой в 50%. Наши окна, несмотря на высокое качество, которым отличается все, что производится в Германии, по-настоящему доступны практически каждому жителю Армавира. Мы предоставляем выгодную рассрочку до 24 месяцев. Ежемесячный платеж может составить от 300 рублей в месяц. Поспешите в Экопласт, что расположен на перекрестке Ленин на 125 и Халтурина на 84. Экопласт. Экономия для вас. Юлия Денежкина, Станислав Чинский. Служба новостей Армавира. Теперь у Армавирцев и гостей города выбор, куда пойти отдохнуть и вкусно покушать, существенно усложнился. 26 апреля прошло открытие ресторана «Лаваш». Отчет о празднике смотрите в материале Даритоп Чивой. Новая звездочка на небосклоне заведения отдыха города зажглась. И имя ей «Лаваш». Открытие, как и положено статусу ресторана, торжественное, объединившее вокруг праздника немало гостей. Дай Бог, что все труды, которые были вложены в это заведение, все усилия, идеи, они прошли зря, не прошли незамеченными. Я желаю всего хорошего, пускай не зарастает народная тропа в это заведение. В торжественные моменты владельцам заведения перерезана красная ленточка. Да, на чуд жизни нового в Армавире ресторана «Лаваш». Ресторан «Лаваш» гостеприимно встретил своих гостей, подготовив для них немало приятных сюрпризов. Одним из них стало прекрасное музыкальное оформление вечера. Живая музыка от саксофониста Рамиса и выступления краснодарского диджея Андрея Брюса. Кстати, «Лаваш» собирается и дальше радовать своих посетителей интересными гостями, а также тематическими вечеринками. Этот день будем считать уже открытием, будем отмечать каждый год. И хочется, чтобы, ну, как жители города нашего, приходили к нам гости. Ну, всех будем ждать и будем рады видеть. Однако, пожалуй, гвоздем вечера стали блюда от шеф-повара. Вообще, кухня «Лаваша» разнообразна и заслуживает отдельного разговора. В меню ресторана «Лаваш» представлен основной ассортимент блюд различных кухонь, таких как итальянская, основное направление – это Европа, конечно же, и кавказская кухня, у нас есть ассортимент шашлыков. В меню были собраны наиболее употребляемые блюда и, конечно же, фишки от шеф-повара. Также у нас присутствует большая десертная карта. Добро пожаловать в наше заведение. Приятного аппетита! Весь вечер гости ресторана наслаждались приятной обстановкой заведения. Прекрасными блюдами, хорошей музыкой, отличной развлекательной программой. Скучать никому не пришлось. Отличный ресторан. Поздравляю с открытием шикарной кухни. Замечательно готовят. Очень внимательный персонал. Все на высшем уровне. Мы здесь будем теперь постоянно отдыхать. Очень уютно. Атмосфера такая отдыхающая, очень красиво. Все приятно здесь посидеть, отдохнуть. Ресторан «Лаваш» обещает радовать своих гостей и дальше. По будням и выходным. Дарья Топщива, Станислав Чинский, служба новостей «Армавира». Амедиагрупп подвел окончательные итоги акции все в социальной сети. В течение четырех недель имена победителей появлялись на сайте амедиа.тв. А сами они получали призы. В понедельник, 29 апреля, прошло очередное награждение. Оно уже и финальное, так как акция завершена. Подробности в следующем материале. Победителями завершающей недели акции стали Сергей, Кирилл и Дарья. Именно они оказались самыми активными пользователями трех популярных соцсетей. Регистрация в социальной сети и неравнодушное отношение к тому, что происходит в городе, вот и все, что требовалось для победы. В первый раз участвую в таком конкурсе и выиграл два билета в кино «Марсити». Спасибо Амедиа за такие конкурсы. Я впервые участвую в таком конкурсе. Участвую в течение четырех недель на фейсбуке ради того, чтобы выиграть билет в театр. Мне очень повезло, я не ожидала, что пойду в театр. Спасибо большое Амедиагруппу и местному театру. Увидел рекламу на канале ТНТ, решил поучаствовать в конкурсе от Амедиагрупп ВКонтакте и выиграл приз в Людом и Дворец, пригласительный билет. Надо сказать, что это не последняя акция, запланированная Амедиагрупп. Подобных мероприятий будет немало, поэтому заходите почаще на сайт Амедиа.тв. Участвуйте в наших акциях и получайте свои заслуженные призы. Алена Агафонова, Светлана Лукошкина, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Танцевальный марафон прошел в Армавире. Приурочен он был к Международному дню танца, который отмечается 29 апреля. В этот день все представители данного вида искусства отмечают свой профессиональный праздник. Армавир не остался в стороне столь знаменательного события. Об этом следующий сюжет. Большие танцы. Такое название получил танцевальный марафон, который прошел в клубе по месту жительства планета. Принять участие в своего рода профессиональных состязаниях решили 8 коллективов города. Среди них представители самых разных стилей и направлений, но в основном хип-хоперы и брейкеры. Поддержать любимые команды решили рэперы. Людей собралось немало. Подобные мероприятия проходят в этом клубе регулярно. А к Международному дню танца всегда бывает приурочен именно такой марафон, отметила руководитель Анастасия Пахомова. Очень хочется, чтобы ребята развивались, чтобы они танцевали, у них было дело по душе. Сначала ребята показывают себя, каждая команда танцевальная, а потом у них небольшие баттлы между собой. Так мы выявим, в принципе, лучшую команду. У нас планы большие, взаимодействовать с близлежащими муниципальными образованиями. Всегда ребята идут на связь с удовольствием, если есть возможность приехать. Танец дает возможность познать не только свой дух, но и тело, выразить в движении все свои чувства. Армавирская молодежь доказывает, что это древнее искусство в современном исполнении, в особом почете в нашем городе. Армавирские самбисты продолжают покорять вершины спортивного Олимпа. На чемпионате России по самбо среди молодежи, который проходил в эти дни в Нижегородском Кстово, вновь отличился борец из нашего города. Лучшим весовой категории до 82 килограммов стал воспитанник Армавирской спортшколы Олимпийского резерва по самбо и тюдо Самвел Голстян. В общекомандном зачете сборная Кубани завоевала второе место, уступив представителям Москвы. Третье командное место у самбистов Свердловской области. Напомним, в первые два дня чемпионата России по самбо среди молодежи, кубанские спортсмены завоевали пять бронзовых наград. Три из них также заслуга армавирцев. Найти и оборудовать трассу, создать декорации преград, близких к естественным, а еще побольше ухабов и крутых виражей. При условии, что все будет именно так, больше сотни любителей погонять по бездорожью, решили посетить наш город. Юлия Денишкина также побывала на трофиспринте. За городом в субботнее солнечное утро организаторы спортивного мероприятия клуб внедорожников «Викинг 4х4» разбили большой штаб для всех прибывших. Заявки на участие в ежегодном соревновании начали принимать практически за месяц вперед. Но и для тех, кто решил оставить все на последний момент, в день Х это было возможно. Традиционная регистрация, брифинг и знакомство с трассой. В первый день к соревнованиям допускались автомобили ТР-0 и ТР-1. Такие внедорожники не предназначены для прохождения тернистой трассы, но от этого зрелищности и эффектности им занимать не приходилось. Первопроходцы стартовали эффектно, но не все ухабы покорялись их автомобилям. По регламенту состязаний в путь отправляться положено было с лебедкой, мало ли что. А если участники прибегали к помощи организаторов и заимствовали тягач у них, это знаменовало верное снятие с трассы. Выезжали на баррикады по двое, обязательно в защитных шлемах. Штурман мог в любой момент выскочить из авто и на время, а то и на всю дорогу быть регулировщиком. Случались и опасные моменты, но к помощи скорой прибегать никому не пришлось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Притягивали взгляды многочисленных телезрителей выступления слабого пола. Женщины сидели как за штурвалом своих ласточек, так и выступали в роли штурманов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В прошлом году первый раз была зрителем. С 98-го года я езжу на Ниве. То есть стаж уже большой и загорелось желание. Начинал муж, а я как бы подхватила. Ну, мужа, конечно, я не обгоню, он за три минуты пролетел. Ну, стандарт. Ну, буду пытаться догнать. Диана Лин – это эмоции, это всплеск. Классно. Правила гласят, что проехать по коридору нужно за 10 минут и не порвать ленту на дороге. Но уж если случилась такая беда, то ее следует устранить. Чтобы перебинтовать коридор, каждой команде давали кусочек ленты-бинта на всякий случай. Наши мероприятия включают в себя прохождение трассы по двум спецучасткам, которые протяженностью являются не больше 800 километров, но они только для подготовленных. Но есть стандартные машины. Сегодня выступают стандартные машины и менее средние. Завтра будут выступать более подготовленные машины. Это категория ТР-2, ТР-3 и АТВ. Солнце не успело сесть, а ему уже опять подниматься. И вместе с ним вставала и выстраивалась тяжелая артиллерия. Настал второй день джип-спринта. Во второй день более напичканные тачки показывали, на что они способны. Круче выражи, сложнее спецучастки и зрителей гораздо больше, чем в первый день. Технические требования к автомобилям группы ТР-2 гласят, внешний вид авто должен быть сохранен. Масса автомобилей не меньше тысячи и не более трех с половиной тысяч килограммов. Допускались применения любых бензиновых и дизельных двигателей. Обязательно оснастка дополнительным оборудованием. Для группы внедорожников ТР-3 разрешалось усиление любой детали, при условии, что используемый материал повторял ее форму. Джиппинг стал не только увлечением, но и интересным спортивным состязанием. С множеством своих правил, уставов и, конечно, постоянно обновляющимся зрительским составом. А говоря современным языком, это драйв, адреналин и большое удовольствие. Самый юный участник соревнований Максим Гах при выполнении норматива лично засекал время. И вот почему. Ну, чтобы, наверное, судить, чтобы правильно засудивали. Ну, волнуюсь все-таки, как-никак. Хочется не только принять участие, но еще там приехать в Новокубанск и сказать, вот я занял первое место. В конце концов, победа оказалась в руках Максима. Теперь бы только новую технику приобрести. А там и на трассы всероссийского уровня можно отправляться. Юлия Денежкина, Александр Жирелеев, Служба новостей Армавира. Об этих и других событиях вы сможете узнать в любое время суток на сайте в интернете www.media.tv. Там же можно поучаствовать в обсуждении новостей и предложить свои темы для репортажей. На этом выпуск завершен. Далее традиционный метеопрогноз. Я же Марина Бартинева прощаюсь с вами и желаю только самых добрых новостей. Спасибо за внимание. Не переключайтесь. Одежда ведущей предоставлена магазином молодежной женской одежды «Бона». Торговый дом «Вилсон». Первый этаж. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...